Пацаны, можно начинать, если вы не против. Спасибо, что пришли. Спасибо вам, что пригласили. Мы как раз вот, я в гости пришел, с не с пустыми руками, как раз подарочки. Можно, да, сразу же? А то ты только подарки всем даришь. Мы вам подарим. Ну, получается, что можно и тебе подарить. Сергей, вот такие вот локоны свои закручивать, значит. Пожалуйста. Простите, по Алексеевичу оставить. Алексей, тебе как раз, тебе как раз вот носки, ну ты все, не без жирафов, без петухов. Обычно у тебя носки веселые, вот тебе, пожалуйста, нормальные пацанские носочки. Чистый, не вонючий, самое главное. Все, теперь поехали. Блин, подожди, ну как-то это, брат. Скажи спасибо. Не, да, ты сделал подгоны такие, блин, знаешь, и Растишку Алексеевичу, Бигуди, что мне не помешало бы. Ну, все подарки. Да, ну что-то у нас нет, нафига для тебя, брат. Ну ладно, мне что, потом закинуть. Хочешь, я тебе подамся, проиграю сегодняшний день? Нет, брат, давай по-честному. Все будет по-честному. А, хорошо, я вас немножко прерву. Вы в курсе, что здесь происходит или мне вам рассказать? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Не утруждай. Так. Секунду. Прикинь, следующий кадр, он в шапке уже сидит. Голова должна быть в тепле. Это шоу «Натянутые шутки». Здесь мы либо восхищаемся, либо критикуем мемы. Я вам буду показывать мем. Вы, соответственно, кто-то из вас совершенно случайно и рандомно будет восхищаться мемом, а другой, соответственно, его оппонент будет этот мем критиковать. Кто будет из вас более убедительным, тот получит один балл. Таких раундов будет три. А после будет суперраунд, и правила его я расскажу вам чуточку позже. Ну что, готовы? Погнали. Ну погнали. Итак, первый мем. Итак, первый мем. Сейчас, стою, я не посмотрел еще. Алло. Сидит. Конанев. Алло, Конанев. Сосат. Ну, давайте решим, кто из вас будет этим мемом восхищаться, а кто его будет критиковать. И я предлагаю по классике использовать метод суефа. Первые ножницы? Поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Обирай. Я буду говорить, что это мем полная хрень. Во-о-о-о-о, ты, конечно, легких путей не ищешь. Я дам шанс своему товарищу набрать первоочке. Ну, ты как будто ему денег должен. Слушай, да блин, я все не могу забыть о подгоне, брат. ну реально бигуди это сильно все отлично 10 следующий раз сразу я должен затравить можно и ты должен ты должен плеваться плеваться очень душно и надо отписка подписаться тут же аппетита лучше подписаться типа сыграть в черданцева он поехал поиграем посмотрите ваши телефоны я вам скинул очередной мем алло это володька но 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 не просто володька а володька форме зенита на фоне стенки из игроков спартаковской володька хороший еще молодой свежий ну что шитье артем артем тут еще руки он на него положил как раз а вот за кого куда заведут эти руки дальше он же на спартак сереж а дюба-то там за кого играет за великий непрекламный был случай не брать золотой сезон начнешь ну да давайте начну я считаю это крутой и очень веселый мем ну расскажи во первых во первых может быть кто то не знает кто такой володька и да начнем с того что уже у нас был здесь на этом стуле персонаж по имени макс романов который рассказывал нам очень познавательную историю про владимира быстрого и артема дзюбу и про их кстати совместные делишки этот монолог вы можете посмотреть вот там по ссылочке да и обязательно посмотрите там по ссылочке и действительно да у них был некий такой конфликт биф скажем так по немножко молодежному на брат я сегодня видите такое немножко немножко молодежно немножко молодежный да я побрился я побрился я уроки сделал уроки сделал портфель собрал на завтра и да короче говоря мем крутой спартак опять присутствует в этом меме почему почему так вышло кстати мне кажется в диктай спартак постоянно в тренды закидал напишите спартак что вы должны сделать за счет чего вы так вылезаете я не понимаю честно о чем хорош на мем мем хорошего насолил спартаку и вообще какой-то суши ими волоска это такая некая договори какие-то проститутка которая бегает туда обратно но да некая проститутка от зима является шлюха все равно то есть два собака пара в чем разница между проституткой шлюхой давай так брат это очень хороший вопрос к сожалению я не могу на него ответить потому что я никак не связан брат мне посмотри на меня от силы лет 15 на пол тени некорректно да такие возраст согласия не достигнут я готов на все короче да получается что зюба список кошелечек володьки и а пока ваш лёг так володька получается жертва данной ситуации получая заяву писал нет ну володька может написать нам по крайней мере в комментарии написал заяву или нет может заяву прям комментариях а может они перешли вам кому надо у нас есть мирон мирон дело выигрышная банкротим уверенно ну я не знаю короче для меня для меня да для меня присутствие этих двух персонажей это смешно это будет вечно актуально и поэтому я ему ставлю лайк я понял ты за спартак болеешь спартак чемпион и вот ты видишь допустим артем дзюба с золотой медалью с кубком россии там с чем медалью мл ты можешь целовать эту фотографию ну дзюба в форме спартака с чемпионским кубком первое место брат все зависит от обстоятельств если мне если мне захочется окей я поцелую я критикую да ну и учуешь там ты ну вообще в принципе две вот эти вот личности как дзюба как вот на меме как володька не мне в принципе всегда были мирски отрицательные отрицательные типы не знаю как они там до сих пор там дружат не дружу давай давай по шкале от 1 до 10 где один это очень мерзкий 10 это красавчик но но дзюба наверно все-таки более мерзкий с этим рукопашными делами со своим мне кажется гачи мне я не смотрел нет друг рассказал он у меня пока брат между прочим у него такой же костюмчик был на я не про понять этот пол у меня у меня ночнушка просто шоколадье кутюрье специально на заказ мне делали костюм по ябал ты уходишь с темы сакана шок не так это 1 до 10 дзюба и наверное 9 это володька 10 это дзюба а ну типа дзюба красавчик я понял нормально продолжаем мне они в принципе всегда были изначально противны поэтому мемы с ними мемы с ними смотреть не знаю как не очень короче мне этот мем потому что эти две личности сразу вспоминаются вот эти вот их дела там сидел воровал вот это вот там в рукопашную ходил но короче только дзюба и володька тут причем володька как богатому что он как богат он такой для меня же вроде даже не жертва да пошел ты нахуй или как он получается да еще и обижены еще и денег его лишили получат судьба то какая-то не надо поэтому чудак сейчас шляется помочь тв какие-то деньги возвращать пытаясь что на понижение я думаю да я думаю что у него еще вот это вот типа алло это володька я думаю что он себе самооценку за счет этого поднимает хайпует поэтому вот такой себе типок ну как эксперт и как его считаешь на уровне мне кажется эксперт эксперт ну такой себе в общем мем так себе мне он не нравится честно говоря да и вообще хватит то есть спартака может чем-нибудь будем делать в этой программе но есть другие клубы которые можно поставить и тему спартака оставим для макс романова я считаю ну что получается чтобы вы высказались и я честно говоря не понял кто что хотел кому да я больше поверил и я бы наверное все таки дал каждому по баллу за дзюбу и за володьку чтобы чуть-чуть увеличить градус борьбы а то вы как-то немножко варяжно себя чувствуете напрячь я бы вам хотел сказать что победитель сегодня уйдет не просто с чувством собственного величия а а еще и богаче на 500 дублей хрен там был мы растем 500 евро вот это по нынешнему текущему курсу это достаточно большие деньги и чтобы вас это денежка манила я его положу сюда нормально нормально и сегодняшнюю передачу мы снимаем без спонсора потому что спонсорами этой передачи являемся мы я прошлой передачи пытался задвигать какие-то современные свежие мемы те мемы которые сейчас на слуху какие-то мемы основаны на событиях которые произошли вот-вот-вот сейчас на вас я хочу поэкспериментировать и я как старый подписчик паблика в гик помню все то что происходило вот тогда когда в гик был не так популярен когда-то был жуткий андеграунд хотя ты сейчас не сказать что прям мейнстрим вот и это мем от 2015 года ты к тому времени родился уже на родился супер ну шайва тогда тоже получаешь уже да вот ну теперь давайте расчехляйте свои мобилки и посмотрим на мем 2015 года блин вот ты прикинь меня даже фейс один не узнает мне пароль приходится водить постоянно это точно твой телефон или или волочке или волочке 5 спартак там серьезно про спартак да я чё ты даже честно говоря и не ожидал серьезно ну вам известно это девушка которая изображена скайпа сейчас я вспомнил это его морозова идейный руководитель вдохновитель паблика шка реально да это она вот и я должен был здесь сидеть футболки ёбаным шка но они на тебя не вышли получается да не вышли футболка то вот она где-то тут так как я все перед перепутал то я вот в белой футболке и ну да думайте здесь что-то должно быть следующий место для вашей рекламы пожалуйста я открыт но следующий раз я приду тогда получается в знак респекта перед евой футболки шка футболки его спасибо я говорила если вы понимаете о чем ну что ж давайте на цуефа давайте цуефа цуефа ну решай что как тебе стоять я буду да я буду восхищаться я буду восхищаться говорить что спартак говно ты то есть но мем хорош спартак говно мем хорош это вот так работает получается автор молодец вот да автор молодец 2015 год блин это сколько тебе будут не знаю брат ну лет как будто немного как будто бы телефон у меня не было школьником был ты еще далее мы не смотрел на гиги мне кажется нет нет нас там года точно не смотрел меня в гиги ну блин начал а где-то смотрел что смотрел что смотрел в окно смотрел смотрел светлое будущее пацаны ночью дом интересно нормально а вот не знать кто окно охуенно на чтобы окне кто парень подписчики шка все поняли а их просто нет на получается среди нас ну давай окей докажи нам что мемы за пятнадцатый год на в гиги были топ и мемы за пятнадцатый год на мне кажется то время как раз когда это был наверное восходящий такой пиковый момент для в гига как раз когда сколько это все зарождалось когда как раз спартак пришел на в гиг знаешь сколько лайков этот мем собрал так тогда и подписчиков то было не столько сколько сейчас сколько думаешь ну 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 может быть 30 40 150 150 150 лайков да ладно нормально а сколько подписчиков было 152 раньше лайки мне кажется очень никто не ставил мне я не знаю класс составе класс вот все мемы про спартак это круто но спартак говно блять ну почему вы так не любите эту команду великую московскую команду как я не знаю что она кому она сделала в жизни но это же я тоже не знаю чем не знаю ребята просто завидуют чему завидуют но великому клубу попробую какие-то контраргументы на вас нет я считаю опять же да что спартак это великий клуб 100 процентов сколько чемпионцев было муж важно да неважно какие транса сейчас команда неважно какие трудности команда переносит сейчас но команда была и остается великой народный и народный но что касается именно этого мема я ведь должно засрать чуть-чуть хотя бы аргумент да хотя бы аргумент варестин иные их много во первых я не знаю я не знал до сегодняшнего дня имя этой женщины ее зовут его или зубь его теперь знаем все о чем все что я знал не это все все что я знал не это ее видео как она орет что-то про skype как она печаталась от обвизжала кричала со своей подружкой на диване про skype и короче говоря мой единственный контраргумент ты пока разговарив skype интересно заплатил интересно куда ведущий наш просто ушел какой-то а я тебя слышу такой момент шоу пошло по пизде покинулся ты без кайфа скричать я буду кричать спартак 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 ребят выключайте нахуй это шоу я слушаю я бы тебе балладал будет вот так но мой контраргумент такой в этом меме написано что я даже не читал там текст давай прочитаем это есть тут текст такой а за какой клуб ты болеешь конечно за спартак а два дня два параля давай давай за какой ночью давай давай за какой клуб ты болеешь сергей конечно за спартак но почему ведь есть и другие нормальные клубы спартак это говно спартак это унижение и боль спартак это рабство спартак алло да конечно подолбимся в жопу каждое шоу заканчивать именно вот так вообще очень позор за этот мем потому что смешно 150 лайков я бы сам создал 150 страничку поставил бы еще столько же короче низный контраргумент против этого мема такой что почему этот мем говно сложно сказать сложно сказать но там же есть такая фраза что спартак это говно я об этом не раз говорю о спартак это и есть мем поэтому и мем тоже говно блять это гениально охуеть на самом деле это гениально вот 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 это прям но ты признался спартак говно не ну ладно они этого сына это было да не парни парни болеющие за спартак это парни парней спартака напишите в комментариях сколько вас димон тебе придется оглядываться к володе шарко присоединиться еще несколько свяжитесь с нами пожалуйста рекламу ковров еще развал поселить надо ну подводя итоги третьего раунда я просто вот уверенностью даю победу сергею и это он выкрутил так что я прямо охуел на самом деле мига накалилась до предела и сейчас нас ждет супер раунд и я так полагаю вы уже догадываетесь что вас ждет скорее всего это анекдоты из журнале великолепный анекдот почему из журнальчика можно свои да можно свои тогда ты уверен конечно в своем анекдоте у меня будет ставки я не понял что 500 евро они на дороге не валяются хотя они лежат на дороге будет топовый анекдот поэтому я предлагаю начать тебе вот мне но если ты согласен и серега ты можешь принципе начать не ну а как как бы мне все равно ну да в общем то уже можно что за супер он получает два балла победитель это уже лишнее ну да кто победит в этом раунде тот уйдет с призом кто победит тот победит получать больше разнал бы что раз нет но что-то свое придумать прошлый раз я рассказывал анекдот рассказывает мужакова да типа про них то есть как будто бы они завуалировал себя шерша я понял а если повторить этот этот как думаешь вам будут в дворе смешнее нет просто прошлый раз я его рассказал и он был действительно смешной но ни один товарищ не поддержал и все промолчали поэтому я бы хотел давно есть товарища него за кадром сидят и там улыбаются короче я бы попросил случае любого исхода сегодняшнего моего анекдота посмейте пожалуйста на уроке литературы учительница задала ребятам написать сочинение на тему если бы я был директором фирмы это в принципе конец предложения если бы я был директором фирмы все старательно пишут и только вовочка смотрит в окно вовочка а ты почему не пишешь жду секретарь не ну нормально дороже чем вот это купюра валяющийся на дороге и так было неплохо да нормально дождался секретарь не да не честно по сути реально хрень вот я клянусь я лучше рассказал историю как мы массаж делали давай расскажи про массаж это в закрытом телеграм-канале можно посмотреть подписаться да да душевая в гиг и ребята ссылка в описании делают массаж сереге каждую пятницу и короче там не анекдотная на больше такая чуть наверно история такая смешная забавная жизненная значит финал мкс финал мкс в гиком кал финал мкс финал мкс финал мкс а я понял значит начинается матч на первых же секундах на первых секундах в гиг забивает гол повели 1 0 виталя рабоной как обычно со своей половины поля он может дал короче там но все в шоке короче все три бунт не чаще происходит вообще уже есть вообще не видно такого никогда не был рабоны кто туда своей половины дал водка все в шоке ну вам калка уж посыпался посыпался ничего не знают как ключики подобрать воротах алексей что причем ключики не могут никакие подобрать 1 0 значит первый тайм заканчиваются они там что-то между собой пытаются что там замены сделали реки она подъехала и короче ничего не выходит до последний короче в конце в конце уже там 90 там добавил судья там три на 92 шиш привозит пенку у нашего рот герман аль классика подходит уверенно берет мяч ставит алексеич там прыгает там показали да вот сюда давай на нервах у него играет вот и короче ну герман такой уверен сейчас забьет там переведем там поборемся дальше уже в экстра тайм разбегается бьет что было дальше алексеич проснулся ваше мнение что было дальше а ну если алексеич на воротах алексеич на воротах сухарь а следующая была герман разбегается бьет и ниже ворот спасибо всем ну я думаю что за такую историю надо в этом шоу с таким скажем небольшим перевесом но все-таки победил опыт 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 да человек который человек который ничего обычно дайте мне футболку на опыте пришлите просто вот тебе 500 евро я думаю тебе хватит по крайней мере на нас очки на нас обычно жиров велюровые велюровые носочки спасибо ребята очень приятно очень приятно было участвовать данном шоу надеюсь еще пригласите надеюсь мы еще разгоним эту лавочку надеюсь что ты еще когда-нибудь раз забьешь ворота амкала через себя раба рабоны рабоны и оставили что-то лего под перекладину хорошо все всем спасибо спасибо все парни получатся эти наебал насчет сборника деньги деньги есть настоящего вообще в этой жизни ну что типа кто читает тот побеждает ну блин ничего страшного просто я реально я сел бля и просто как будто в лужу блять все я никто то больше не знаю возьми разве я возникла а что если